кстати да что кстати давай всем привет эта программа двойное дно ее ведущие владимир капустинский павел дмитриев не забывайте подписываться на наш канал ставить нам лайки комментарии пишите мы все читаем лайком видите радуемся вот нам не забывайте присылать истории которые мы анонимно будем выкладывать да в россии объявлено что завершена мобилизация шойгу министр обороны сказал владимир путину что вот завершена все мероприятия завершены потом через сразу скажем если вдруг решили пойти в инкомат проверить а так ли это не стоит ну такое способок смельчака такой типы все они поймали меня моя повестка сейчас уже сгорает удар делать не надо логично не правда ли да потом а значит виноварона когда там уже в по моему в понедельник там чет что-то тоже сообщила и опять что завершена мобилизация губернатор творческой области когда там что только через еще там через день сказал что завершена мобилизация в общем а так плавно завершая 27 склала осталось там пару десятков человек призвать наш губернатор начали уже шойгу выступил что все будет 300 тысяч набрали отчитывая перед путином что все завершаем знать бы что именно 300 не хотели набрать но но указика об этом так и нету спросили спросили даже владимир путин спросили мол а указ то будет такой ой значит не подумал я даже не подумал об этом заветуюсь юристом юристом сказали никакого указа какой пустяк отправляется дашь людей на смерть или нет тут нужна эта официальная бумажка в отмене это я об этом не подумал вот и вот таки никакого указа так и нету и поэтому допустим кого-нибудь опять потянутую команду скажет а нет мобилизациям скажешь как нет вот указ такого числа где на какого числа он там проводится он скажет а вот путин сказал но что сказал президент а где указ это естественно презент сказал что мы не будем нападать на украину на их напали президент сказал у нас не буду там воевать срочники запасники на их казалось воюет президент у нас не будет мобилизации у нас есть мобилизация получилось да пустое как бы не очень бегом этим словам но тем менее с 1 ноября начался обычный осенний призыв, который продлится до 1 января. На этот раз он будет только два месяца, а не три, как обычно. И вот, очевидно, в связи с этим мобилизация как бы отменилась, потому что они с одной мобилизацией не справлялись военкоматом, а тут нам надо будет еще призывать просто срочников. Ну, конечно, срочников, то есть, в общем, началась мобилизация для вот этих молодых ребят, которые только-только должны как бы быть срочниками, потому что все эти обещания, что их не отправят туда. Ну, их отправят в приграничные районы, проходить службу, где там рукой до зоны боевых действий будут продать. Ну, типа, куда-нибудь в Белгород, куда-нибудь туда, типа, которые сейчас уже обстреливают. Да, их, наверное, туда отправят. Да, наверняка их отправят на территорию вот этих аннексированных, наверняка это сделают. То, что они же теперь как бы официально России рассчитаются, а, получается, они в России служат, а не там где-то в другой стране. Так что, да, я думаю, что это, в общем, такая же мобилизация, и теперь только будут бегать от этих повесток обычные. По поводу бегать. Миноборона сказала, что дальше боевые задачи будут выполняться силами контрактников и добровольцев. Да, серьезно, аккуратно. А вот этих добровольцев, как бы, их нету. Вы, вот почему мобилизация будет продолжаться? Вы ловите людей там на улицах с ментами, чтобы их в армию отправить. Вы там по зонам скребете этих зэков, чтобы их туда отправить. Силами добровольцев дальше будем воевать. Да нифига, сейчас мобилизованные, которые туда отправились, они начнут умирать, получают ранения, там еще как-то возвращаться обратно каким-то образом, и им нужно будет снова пополнение, а его нет. Куда врать? Какие добровольцы? Вообще, мам, о чем рассказываете? Ну, добровольцев всего 4% было вот из среди всех мобилизованных. То есть, люди чуть не рвутся на фронт. Да и когда этот индекс счастья российского резко рухнул, как раз началась мобилизация, и там те, кто стали чувствовать себя, так это нервно, там выросло до почти, ну там до 2-3 в общем страны, и опять растет. Я так понимаю, что сейчас они как-то пытаются его снизить этими вот уверениями, что все, никаких донаборов не будет. Конечно, это просто для того, чтобы для телевизора, чтобы людей успокоить, там с мамы созваниваются, говорят, так как все, Путин сказал, что мобилизации не будет. Ну вот, это население старшего возраста слушает телевизор, Путин сказал, нет мобилизации, они, значит, в этом будут верить. Ну а в Псковской области, так вот, эхо войны, неожиданно, да, на аэродроме Верети, на военном аэродроме, Островский район. Да, взорвалось, взорвались два вертолета Ка-52 «Аллигатор». Я помню, я был маленький, я какой-то даже фильм смотрел, такие прям супер-пупер вертолеты. У меня даже моделька, по-моему, была такая маленькая. Ну вот, два вертолета взорвалось, как пишут официально об этом, в общем, никто вообще не сказал ни слова, ни от администрации, ни следком там не заявился какой-то там, он дел завел, ни от ФСБ, ничего. Да, просто вот новость взорвалась вертолета, уже украинская разведка подтвердила, уже действительно взорвала, появилась даже видеозапись, которая, ну вот, якобы по закладыванию вот этих взрывных устройств в эти вертолеты. Там такое, что-то, полюшка, травка, вертолет стоит, и человек копошит с вертолета. И всем все равно. Там потом еще после взрыва этих вертолетов прошла информация, что еще там на каком-то вертолете тротиловую взрывчатку нашли. Да, ну, да, была информация, что там два вертолета прям взрывалось, два повреждено вроде как, и вот еще там нашли взрывчатку на других каких-то вертолетах. Мне интересно, что вот Царград, это такой, да, вы знаете, пропагандистка, такой православная СМИ, они одни из первых написали, что был этот взрыв, написали, мол, типа, как это вообще такое, как это возможно, и через уже два дня они уже писали об этом так, наверняка там есть какой-то предатель, потому что попасть на эту строго охраняемую территорию практически невозможно. С вами шоу «Перезай через замор в костюме» с Алексеем Щербаковым. Ну, там просто поле, строго охраняемое, я не знаю, это вот деревья может считаться охраной. Туда года три назад приехали эти сталкеры, полазили там по этим вертолетам, там что-то там пофоткали, сказали, типа, странно, ничего не охраняется, и уехали. Строго охраняемое, куда-то мышь не проскочит. Да, когда случаются какие-то военные действия, мы всегда за Псков переживаем, потому что у нас там есть дивизия, у нас там есть 6-я рота, мы город воинской славы, и всегда ждешь, что, в принципе, за нашу дивизию к городу может прилететь, так или иначе. Как вот в Чеченскую войну там ждали каких-то терактов в Пскове, сейчас вот случилась вот эта, скажем так, диверсия, и, в принципе, понимаешь, что опасения-то, по сути-то, не напрасны. Ты вообще слышал где-нибудь, что еще там где-то диверсия была? Я не очень слышал, что в России где-то там взорвали военную технику, и... Ну, в Крыму были взрывы и много. Да, но Псковская область черт знает где находится. Да, 600 километров от границы, в общем. То есть эти опасения абсолютно не напрасны. То есть ты вот ждешь как-то подвох, и вот в Псковской области случаются эти два взрыва. Кстати, да. Что, кстати? Давай. Я вот думаю, что... Не соглашусь там с нашим коллегой Алексеем Маловым, который сказал о том, что ну вот там... С крайними сделают, как всегда, там пострадают какие-то общественники, активисты, которых там будут крутить-вертеть, а те, кто устроил диверсию, они не пострадают. В смысле, их не найдут, не будут искать нормально. Мне кажется, отчитаться надо будет. И найдут какого-нибудь солдатика, который не... Там, наверное, с этим вертолетом должен был их там сопровождать в плане там какого-то ремонта и прочее. Вот типа не доглядел, и вот такую солдатика сделают крайним. А те, кто действительно причастен к взрывам, скорее всего, не найдут. И интересно, что в соцсетях уже об этом много кто пишет, а до сих пор ведь непонятно. Ну, то есть неизвестно, дело возбуждено или не возбуждено. И мне кажется, что обычно же, знаешь, в первом деле, типа теракт, а есть же статья о заправдании терроризма, типа там тоже большой срок. А тут вообще никто ничего не сообщает. И даже о возбуждении какого-то дела, вот мы не знаем, возбуждено ли какое-нибудь дело уголовное, поэтому и ведет ли расследование. Все, никто ничего... Один только глава района, федеральная новость комментирует глава района, который сказал, ну там пожар был. Вот ты, уроды. Вы понимаете, потому что это, на самом деле, это дикое ЧП, это как взрыв моста, только крымского, только его нельзя спрятать, потому что, блин, у всех на виду там Апсковской области где-то там на аэродроме парочку этих взорвалось, это тоже нормально такое ЧП. Но его как-то, из-за него должно прилететь нормально, но его как-то так вот можно накидать каких-нибудь там леток и пока постараться его прикрыть. Потому что действительно об этом мало кто рассказал. Ну а следующая новость звучит так. Псковичка докопалась до американского поэта 19 века. Да ладно! Что случилось-то? Шла она, шла она, значит, по улице. И увидела у нас в Пскове рисуют муралы на стенах. И был такой проект, что, мол, типа, давайте нарисуем на стенах те картины, которые хранятся в Псковском музее-заповеднике, вот чтобы, так сказать, псковичи, которые, во-первых, в музей не ходят, а во-вторых, не видят, что там хранится в подвалах музея, вот бы увидели, какие красивые, значит, картины. И нарисовали, нарисовали поэта, один из муралов, поэт Уилл Уитман, русского художника Бориса Григорьева. И она шла, увидела это все. Нарисовали, нарисовали, и чего? Она шла, увидела и сердце ее, русское, поняла, что-то не так. То, что он американец? Да. Сразу же увидела и написала, написала на сайте губернатора, что, мол, вот, американец. И как это водится, мне вот нравятся все эти, наверное, недомолочки, когда говорят, нынешняя геополитическая ситуация, в текущих событиях. Вот она как сказала? В связи с событиями на политической арене. Че за хэп? А что случилось? А что такое? Почему никто из этих людей уже не напишет какими-то словами, хотя бы СВО, я не говорю уж про войну, но хотя бы СВО, почему никто из них не пишет? Они все такие, знаешь, такие вот, какие-то скромные становятся. Нынешние события на политической арене. Что-то такое там происходит? Карик, ну, люди стали высказываться, подбирать слова, чтобы не прилетело по новым этим военным законам. Да, ну, и еще что там было-то? Ладно, он американец. Ну, а что он был-то? Что ты мне рукой показываешь? Куда не шло? Куда не шло? Ирина Назарова, бывшая директора медиафорда, она все заметила, что он, оказывается, гей был открытый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! И тут, а кто это? Это что это? А тут уже, тут уже вообще... Тут у нас как раз до кончика, смотрите, пропаганды ЛГБТ, а у нас такой мурал появился. На стене висит прямо. И, понятное дело, пойдет школьник мимо этого мурала, взглянет на этого мужика бородатого, и что-то поменяется в нем. Кошмар! Ну, блин! Значит, американец, значит, гей. Значит, он там еще про него посчитал, основатель свободного стиха. То есть, наплевал на всякие ритмы, метры и прочее. Это же просто мракобесие. Он, кстати говоря, автор стихотворения, в котором идет рефрендом фраза «О капитан, мой капитан» из фильма. Да, из фильма «Общество мертвых поэтов». Он такой американский Пушкин. Он, в принципе, первый общеамериканский такой вот поэт, как Пушкин для России, вот и Уилл Итман для Америки. Он такой для них очень важный поэт. Да, но Назаровой тут же прилетела, уголовное дело, я это связываю. Ну что, она наехала? Такая типа гей там. Ей тут же условный срок, штраф, все дела. Вышел, да. Гей. Ну вот это вопрос к Ёлкину. А губернатор куда смотрит? У него в городе такое. Вообще мне сказали, что его проектируют уже на протяжении ста лет. Ну, а Ёлкин, кстати, по-моему, ответил, что все нормуль. Ёлкин ответил, да. Ёлкин ответил, что все, как была эта концепция. Да, обсуждали, согласовывали с жителями дома. Дома. И что, да, они, ну, я думаю, конечно, вряд ли пришли и сказали, слушайте, поэт-американский и гей. Мы у вас это нарисуем. Они такие, ну, норм. Давай. Знаешь, кто-то такой из дома гей, да? Так а я сейчас многих в правительстве лучше-то не назову. Давайте, рисуйте. Да, ну, слушайте, американский поэт, который жил во времена императора Александра Третьего, вот сейчас в нынешней политической обстановке... Снава бы старик Уитман 130 лет назад, что будет тут проблемой в Пскове. Что есть город Псков, и что там будет дом, на котором его нарисует, и Псковичка вспомнит его недобрым словом. Кстати, в Москве тоже есть памятник Уитману, там возле МГУ, по-моему. И его открывала тогда госсекретарь Хиллари Клинтон, американца. Ну, понятно. Да. И Лужков. А Лужков, он, если ты помнишь, он был этим противником, он запрещал гей-парады в Москве. Он был такой... Сейчас вот в эту концепцию с гонением на гей, он сейчас отлично бы подошел. Извините, я таких друзей не держу. Так вот, Лужков, который там вот эти парады запрещал, пришел и открывал памятник гею. Я считаю, что вся эта ситуация, она очень хороша для образования, потому что, ну, кто знал, кто такой Уилл Уитман, в принципе, в Пскове, много ли людей? Наверное, на филфаке знаю пару преподавателей, наверняка знал, но, наверное, не больше людей. А тут просто было такое яркое обсуждение, все залезли в Википедию, почитали, кто что, увидели, как он выглядит, наконец. Действительно, да, дискурс, общественное обсуждение. Я тоже полез почитал, вот узнал, что он автор этого свободного стиха, там даже какое-то хотел его произведение, почитать какую-то песню, но я открыл и видел, что ей конца нет. И ты закрыл. У тебя такое на филфаке было со всеми книжками, что-то длинная книжка. Пишите нам в комментариях, что вы думаете про мурал Уилл Уитман. Геев на стенах к школам. Да. Куда это годится-то вообще? Сейчас там американский, на соседнем доме будет какой-нибудь британский гей. Оскара Уальда нарисует еще. Потом не пройди на гей, не взглянув, будет по городу. Да, так что пишите про это, как вы вообще к этому относитесь. Что вы думаете по поводу закрытия мобилизации? Закрытия мобилизации. Да, верите ли вы? Так вот я сформулировал, да. Верите ли вы этому? И, кстати говоря, вообще вот про вертолеты, что-то говорят в Пскове? Нет, мои родители вообще не слышали ничего, конечно. Я говорю, мам, ну откуда вы услышите? Им по телеку об этом не расскажут. Да. Ну и в общем не забывайте подписывайтесь на канал. Да. Всего нового. Всего нового, доброго. Всего нового. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok